В России когда была буржадная революция? Назовите, пожалуйста, месяц и год. Буржадная революция была? Она неудавшаяся. В марте? Февральская революция в марте была? Здорово. Новое слово. Март был близко, а февральская буржуазная революция в России. Скажите, пожалуйста, февральская буржуазная революция, когда происходила, не было капитализма в России еще или уже был? Не было еще. Не было. А империализма не было, случайно, второй стадии уже не было в России уже в начале 20 века? Не было таких монополий, как продуголь, продметал? Были? Как это вы? А что у вас? А вы, кто такие кулаки, знаете? Были кулаки? А кто такие кулаки? Зажиточные крестьяне. А? Зажиточные крестьяне. Ну что, зажиточные, если я вот сейчас заживу хорошо, так я и кулак, что ли? Зажиточные. Зажиточные. Это плохо, что ли, что зажиточные? Зажиточные крестьяне, это и зажиточные крестьяне есть. А кулак-то кто? А середники не зажиточные, что ли? вы чё против того чтобы зажили люди хорошо я только начал жить хорошо тут вы приходили на онколог все вы слушаете его вообще раскулачивать надо этих преподавателей а почему потому что у меня вот зарплата 55000 я тоже считаю что это очень зажидно по сравнению со студентами при вашей стипендии это в чёрт не знает какое количество раз даже страшно я думаю что классовая ненависть должна быть страшная у вас должны взять и удавить у нас много собрались раз два три четыре пять человек налетели и все а вы слушаете всякую ерунду так кулак определение кулака будьте добры неправильно помогите не хотите помогать использующий значит молодой человек наемный труд деревню все используют привожу пример я вас весной я вас весной пригласил помочь мне вскопать мой огород и сказал дам бутылку водки не вы можете не пить вы потом вот меняете у него на на ведро яблок или грибов а он в свою очередь водку пойдет продаст ночью за 500 рублей ночью очень ценится вот когда нельзя все закрыто и тут вот тут-то там он монополист выходит и спрашивает тебе надо 500 рублей у сволочек выведет 500 рублей забирать так главное подождать время никогда уже не продаются тогда очень так а вы потом подходите ко мне ведь михалович а вот яблочек не поможете мне стрясти я сам буду там подбирать можете так и трясти там и я вам помог яблоки собрать это вы теперь наемные у меня а я вам за это корзину яблок фотки у меня не было просто корзину яблок отдал его пошли значит а вот вы же нас почему обвините и вы кулак и я кулак а вот она бы сказала что мы просто зажиточные крестьяне а зачем вот она кулак кулаком приравняли а вот там еще гражданин за вами прячется кулак кто такой учитесь то есть если вот большая часть не так что вот наемный труд используется эти главным образом чужой труд используется то есть тогда он эксплуататор правильно то есть если я живу вашим трудом то есть если я вот живу своим трудом но и вы мне помогаете вы и вы его и там понемножку это но если это понемножку переходит границы таких больше 50 процентов я использую наемный труд а своего труда при том что я тружусь хорошо ну и своего имею ввиду я жена 10 и 7 может много 10 человек поэтому я очень могу быть зажиточный если 10 человек раньше были семьи 13 человек вот в деревне где я родился я туда мальчишки приезжал я виден женщина который 13 детей такая скромная женщина такая достаточно молодая 13 детей это сейчас немыслимо сейчас один-два особенно страшно если что случится с одним ребенком все жизнь не удалось у целой семьи тут 13 и зажиточные потому что выросли 13 если парней вот это они там гору своротят все у них их скопано и посажены и дрова приведена и так далее правильно совсем другое дело а когда семья уже маленькая так что зажиточные это значит просто хорошо люди живут это не критерии экономических хорошо живут и а вот это вот уже значит а понятие батрах вам известно а кто это опять плохо живут да я плохо живу я вот вас спрашиваю а вы не отвечаете худшей жизни себе представить невозможно ну что это за жизнь я прихожу на занятия спрашивают кто такой батрах а вы говорите это вот кто плохо живет то есть я понял вы тоже так выглядяете или вы уже там с позиции монополистического капитализма смотрите на все сверху и вообще не отвечаете ни на что все это разговаривать со всякими со всякими грунтами но такая монополистка она может и не разговаривать она сейчас на багамов едет самолет час подкатит вот сюда ну что носит кулак мы уже разобрались а батрах это наемный работник наемный батрах это сельскохозяйственные пролетарии но рабочие кто такой тот кто нанимается капиталистами у вас есть рабочие а вы у вас наверно езжи и сельскохозяйство вы же не только монополизировали промышленность сельскохозяйство есть у вас люди там овощи выращивают выращиваются они добываться не восток батраки поскольку это трут сельскохозяйственные а есть полупролетарии кто такой батрах это сельскохозяйственный пролетарий человек который живет за счет того что он нанимается капиталистов как фамилии капитал как зовут капиталиста сельскохозяйственного как ну мы уже разобрали кулак его зовут кулак кулак это не значит стоять не зарыточная и зарыточная дело не зарыточная дело в том что вы на меня работаете а я ваш труд получаю я эксплуататор если я вас эксплуатирую то я кулак и вот вот еще раз теперь запомните этот эпизод наш вот если бы вы где-нибудь 30-е годы занимались бы раскулачиванием то вы бы раскулачили нас зажиточных вот нас второй зажиточных и мы бы с ними встретились все в поезде в сибирь спасибо вам большое вы нас всех записали красно зажиточных вас всех кулаки а кулаков отправили в сибирь ну то что надо разъединить кулаков от тех кто на работает чтобы нет чтобы эти люди сами кооперации работали они не отдавали свой труд кулакам и кулаки чтобы были справными крестьянами если вы поехали в сибирь кулаком значит вы там будете работать нормально сами там же некого эксплуатировать там там люди сами работают далее вам землю далее средства производства обустроились пожалуйста и работайте и кулаки и становятся не кулаками а кем они становятся какие еще понятия для характеристики деревни российской середники вам слово середники ничего не говорит есть кулаки это капиталисты сельские есть батраки это рабочие сельские сельскохозяйственные а есть середники кто такие середники работают своими средствами производства и сами работают они могут тоже использовать частично труд наемные но в топов если это меньшей степени чем своего труда вот эти люди называются вот эти есть зажиточные крестьяне это мелко мелкие буржуа середники мелкий буржуа буржуа в деревне называется середники то есть все вот эти городские понятия капиталисты рабочие пролетарию и мелкие буржуа если вы применяете их в деревне получаем кулаки то есть капиталисты батараки а бедняки уже это просто противоположное зажиточное они конечно и бедняки это естественно бедняки еще и тех полупролетарий которые и что-то сами делают и в то же время нанимается на работу и так и перебиваются это полупролетария а так получается вот кулаки капиталисты середники зажиточные крестьяне мелкие буржуа мелкий буржуа а мелко буржуа это кто а чего ничего не знаете на рынке зачем он на рынке причем в каком рынке труда мелкий хозяйчик работающий на рынок он выносит свои товары вот если я огурцы выращиваю и продаю кто я вот правильно а если я огурцы выращиваю и закатываю потом вас пригласил пооткрывал и мы так хорошо с вами картошечки сварили тоже место картошечки свежие и покушали я кто то здрасте они все вы меня оставляете я ничего не продаю на рынке я на него не знаю я патриархальный крестьянин у меня есть участок 548 владение утёщик 55-80 в разливе круче чем у ленина в ленин был шалаш и там и сарай это не его у меня там 548 владение я картошку вот вчера часть картошки посадил штук 10 картофеля и у меня картошка вырастает отлично сколько сажаю столько и вырастает ну потому что надо за ней наверно ухаживать а мне как все недосок ну она растет и растет как в природе это же природные солнце что же участница процесса в дворник поливает правда я есть но я сажаю это старую картошку а получаю это новую это свежие ну это хорошо некоторые говорят что у вас такое за производство ну не расширено простое производство у меня все тоже экономические понятия чего страшного нет и не надо меня я не мелкого я не одну картофельную не продаю ни одно вот приедете я могу в печку раз ее на противень там могли сделать печеной картошки да с огурчиком огурцы я не предложу что-то сложная наука их надо выращивать там что-то открывать закрывать нет вот у меня только что сама растет малина сама растет только обрезать малины приезжайте малина так ну что вот это мы с вами разобрали так как вот примером настоящими примерами становлений да далее является становление капитализма она происходит при феодализме есть такая у ленина книга развитие капитализма в россии вот ее почитайте или полистайте просто берете или ставите такой способ не применяли нет он полезный некоторые вот чего это так вот не читать вот если вы просто будете вот книги вот вам просто называется просмотреть книгу и вы увидите о чем она можете только на лево смотреть только на левую или на правую не важно и вы увидите там о чем речь и точно вы сразу скажете что капитализм в россии был и при и он дошел до стадии империализма уже дошел начале двадцатого века на каком месте россия была в мире по экономическому развитию перед революцией семнадцатого года а чего не помните вы японец не но если вы были пониже я понимаю новую в россии родились но это наша страна ну кто не приедет китаец будет спрашивать а у вас такое было место оставьте не помню он сказать а у меня у меня непонятно как он не помнит так остановление значит становление капитализма идет при федоре лишь сначала экономика капитализма разрастается сначала было простая кооперация капиталистическая вот они сидели рядом все вы работали и делали табуретки все все каждый из вас делал табуретку а я был у вас начальник этой кооперации а потом капитализм нанял вас вы делали табуретка и считал сколько вы делаете за то что я считаю сколько вы делаете я получал больше чем вы все вместе взятые потому что мы еще и продавали эти табуретки капиталистическая кооперация была вы то умеете продавать и не умеете чтобы продать надо выходить и рассказывать какие хорошие табуретки а вы чего, даже не можете ответить на вопросы, как вы можете продать. Работать можете, а продавать пока еще не можете. А я могу продавать, а зачем мне работать продать, если я получу столько, сколько вы не работаете. Вот мы так продавили. Потом мануфактуру сделали. Чем отличается мануфактура от простой кооперации? Вот он не знает, я знаю. Я потому что знаю, что он капитал не прочитал, а вот без этого он не знает. Кто знает, чем отличается мануфактура от простой кооперации? я хочу представить вот он знает учитесь учитесь вот это он сзади шел чтобы все увидели что вывод и вам стыдно было что впереди сидите не знаете а ему не стыдно он сзади если он не то скажет так я же вам последний вот разделение труда то есть вы делаете ножки и все вот он их красит его делаете вам у нас тут не разговаривать не будете делать ножки уходить отсюда я вас увольняю вы красите высыпь дождь потом будете все это себя крышки вот вы делаете дарья крышки эти крышки а вы перекладники такие чтобы там были чтобы они не рассыпали дети вот так просто ножки вставить и потом сядете упадет человек меня убьют а я вас убью если вы не не соедините как следует так вот такие такие соединения должны быть делать пониже чем крышка и вот а потом что нужно сделать а потом я уже буду продавать ну вы кто-нибудь приведете я буду стоять и рассказывать что это табуретка лучше чем стул потому что она осанку хорошую дает а вы тогда облокачивайте сидите и портите себе всю осанку и у вас будет какой болезнь позвоночника садитесь на табуретку и саночку раскупать цвет хороший надо подобрать когда красить будете только в серую краску не надо красить и так же и серые и денег потратим только зря короче вот эта мануфактура а когда мануфактуре начинает применяться машины это как называется вот чё живой да фабрика на теле фабрика вот фабрика и вот это становление капитализма но как вы понимаете одни спит приходит на фабрику а другие с фабрики пошли обратно землю копать свою деревню вот этого который приходит на фабрика это становление капитализма возникновение а прихождение это когда они обратно пошли свой огород возделывать патриархальное хозяйство вести правильно и оба процесса идут то есть тогда надо говорить о возникновении не разделяя их по времени у вас такая тенденция есть а когда они одновременно есть и тот и другой процесс то что возникновение прихождение неразделимые понятие моменты слова моменты не элементы не куски не части означает что это одновременно у вас вот есть венозная кровь и артериальная кровь и одновременно сердце ваше работает и так чтобы венозная кровь двигалась и то что артериальная постоянно и дышите есть у вас и вдох и выдох а не то что они врачи разделены идет все время поглощение кислорода и что же время выделения углекислого газа правильно постоянно идет вот я заметил вы моргнули а зачем вы моргнули где у вас какое-то есть прихождение наверное есть какое-то прихождение на глазах в чем прихождение у вас у вас нету про меня скажу у меня высыхают глаза они уже не высыхают потом опять раз они не высыхают то есть когда я моргаю я их увлажняю а как так они высыхают вот у нас получается то сказать возникновение и прихождение но тут они немножко разделены до как бы периодически так вот становление формация другая формация становления когда сделали социалистической революции какое было у нас государство социалистической или буржуазной после 25 октября 17 года какое было государство это у вас буржуазная в голове а у нас в россии было какое ты с выставленник буржуазии здесь у нас круто какой выгоду сюда-сюда социалистическая ну какое советская власть это какое государство социалистическая а вот этот там кулацкий подстрекатель сзади так пристроился за вами и отсюда злобно шипит против советской власти называя ее буржуазной а это завтра социалистической а экономика какая была 1 декабря 17 года какая была экономика в россии 1 декабря 17 года какая была экономика что я неправильно спросил могу спросить вот вы у вас опыт есть империализма какая экономика была а ужасная какая была такая осталась ничего в экономике не произошло и ничего не произошло когда национализация произошла вот вы там последний партнер не знает когда была национализация точно японец не знает ничего про россию национализация предпроизводства решающих ближе у нее мыть уточнить не как вы эти детям рассказывать про свою страну то есть вы не готовы к взрослой жизни каком 17 17 ошибка ваша тонн то есть у него отступление от пролетарской тонн и без забегания вперед восемнадцатом году было только восемнадцатом январе земля это и где-то земле это буржуазная мера землю разделили между крестьянами не заметили нет поровну по едокам вот у вас трое детей пожалуйста и двое родителей 5 на 5 5 частей получили у вас тринадцать детей и двое родителей 15 частей получили и так далее хотите больше земли давайте больше детей и все нет проблем это разделили это с самого начала разделить по декрету о земле а национализация средств производства решающих земля что ли была решающей земля может быть государственной собственности а строй капиталистический запросто вот сейчас у нас земля в основном государственной собственности правильно сейчас обратная россия и земля в основном государственной собственности но уже плосков много на раздавали уже В частный, сюда не заходи, тут частная собственность. Еще в летний сад сходите, может завтра у кого-нибудь продадут. Посмотрите на любителей последний раз. У нас оранжевия есть в университете, тоже государственная земля. Дом стоит на государственной земле, у нас вот этот где мы. Или это частная? Частная, если была бы частная земля, не пустили бы и все. Тем более уже пропускная система у нас есть, осталось только не пускать тех, кто не имеет отношения к этой собственности и все. И уже вы сюда не пройдете. Так, итого. Не было никакой социалистической экономики в 17-м году. А когда национализировали уже социалистическую экономику, так это же только акт формальный. А что сделали? Когда социалистическая? Когда будет собственность общественная. Так надо для того, чтобы производство в общественных интересах развивалось. Так это тянулось до середины 30-х годов, когда планомерное было развитие промышленности и кооперации сельского хозяйства, и планомерное подчинение производству общественным интересам и в городе, и на селе. Вот это будет что? Это будет общественная собственность по факту, по содержанию. Не название. Название можете писать с самого начала. Сделали революцию, можете везде написать название. Социалистический кировский завод. Социалистический завод русский дизель. Что хотите, пишите. От этого ничего не меняется. Мы сейчас говорим о том, по факту, что было. И вот понятно, что собственно становление социалистической экономики проходило 18 лет. И только констатировали в 36-м году, что социализм построен. То есть нету. Частная собственность как эпизод есть. Правда? В Конституции 36-го года допускаются частные трубы. Ну хотите вы ботинки чистить? Сидите на улицу, садитесь и чистите. Никто вам не мешает. Не мешали с 36-го года. Сейчас не знаю, сейчас может вас выгонят. Сейчас крупный капитал, он, она сейчас скажет, выгнать его, он не мешает продавать дорого. Слишком дешево, у меня можно почистить. Но это будет три раза дороже, зато красиво. А раньше вы на улицу подошли и вам почистили при социализе. Это частный труд. По Конституции запускается. Но сектора не было такого. Какой сектор? Ну кто-то там что-то делает. Бабушка связала варежки и продала. И что? Это сейчас гоняют. Люди пришли в поезде. Я вышел, еду из Нижний Новгород или в Москву. Вышел в Балагон, тут клюкву продавали. Раз купил клюкву, такой нигде не купишь клюкву. Потому что там люди собрали в таких местах, где самая вкусная клюква. Привез товарищу своему в Нижний Новгород. У них такой и нет вкусной клюквы. Красиво, хорошо. А сейчас ничего нельзя. Всех разогнали. Это вы разогнали всех. Мелкий бизнес. Надо говорить, его мелкий бизнес беречь. А где его беречь? Ну, убрать от всяких привратностей, разогнать всех. От метро, от всего. Сейчас вот недавно приняли решение, что можно отбирать у тех бабушек, которые стоят в метро и что-то продают. Они огурчики там. Можно отобрать. Если вы в полицейской придете, но вы пошлете, сами-то не пойдете? На полицейских. Полицейских пошлете, отберете эти огурчики. Пусть вам принесут. Придете, скажете им. А принесите мне огурцы. Свежие, свежайшие. Где они? А вот и денег в метро пионерское заберите у этих бабушек. Там еще продают и другие хорошие помидорчики отличные. Рыбку там можно купить и так далее. Все, уже приняли, что можно отбирать. Так можно было штрафовать. А штрафовать это значит бабушка давала этим полицейскому сразу эти деньги. И дальше он к ней не приставал. А потом снова приставал тогда, когда срок приходит. Чтобы они так регулярно делились. А сейчас все. Так. Вот становление надо рассматривать как в одно и то же время. И возникновение, и прихождение. Вот там вы пример хороший приводите насчет жизни. Вот сейчас на вас не буду. Например, на себе. Вот я сейчас что делаю? Занимать я провожу у вас, да? И я же умираю. Вы-то нет, конечно, всех. Вы только моложе и красивее все становитесь. А я умираю. Ну и все делаю. При этом это не мешает мне развиваться, правда? То есть если то, это вот развитие человека, это возникновение. Умирание – это прихождение. А Шутов писал, что из этой жизни еще никто не вышел живым. Так что вот. Это не то, что вдруг внезапно. Что значит внезапно? Там человек у 90 лет говорит, он безвременно почил. А сколько же время тогда? 100, что ли лет? Если безвременно 90. Ну вот те, которые спрыгнулись, селфи сделали, спрыгнулись с 22-этажного дома, эти, конечно, безвременно почилшие, это точно. Ну когда уже, вот скажем, я в таком возрасте, что я имею возраст больше, чем вот возраст жизни жителей России в среднем. То есть меня как бы нет, меня хотят напугать у меня. Скажут, вот вы так не выступаете, и вы такое не говорите. Чем вы меня сейчас можете напугать? Меня нет уже. Но я тут случайно есть. Правильно? Как можно бояться там смерти в возрасте, когда у вас возраст больше, чем возраст жителей страны? Так что я сразу отъеду и говорю, я к Сакалу, пропускайте меня. Думаю, вы ко мне уважение проявите, как к Сакалу. Что это такое вообще? Так, это раз. Во-вторых, вы тут уверяете, что они в единстве, и что они переходят. Во-первых, движение и исчезнение бытия в ничто, а ничто не в бытие, а в бытии по-русски. Кому? В чем? Движение и исчезнение бытия в ничто, а ничто в бытии. Надо показывать, как бытие переходит в ничто. Можете показать, вот, Дарья Игоревна? Покажите, как бытие переходит в ничто. Вы это заверяете, что оно переходит, сообщаете, что оно переходит. А надо понять логически, как бытие переходит в ничто. Для этого что надо сделать? Взять бытие чистое и рассмотреть. Вот рассмотрите чистое бытие и покажите, как оно переходит в ничто. Пожалуйста. Берем чистое бытие. Вы берете. Так. Ну и что вы про него можете сказать? Давайте рассказывать. Там подробностей не надо, там подробностей в нем и нету. Понимаете, подробностей у вас никак не получится. Поэтому рассказать, это очень простой. Самый простой вопрос, какой я могу вам задать, вот этот. Проще уже не может быть вопрос. Расскажите про чистое бытие. Как вы скажете, что я что-то с вас такое требую, когда проще, нет категории. Это первая категория, самая простая. Чистое бытие, оно есть. Да, очень хорошо. Спасибо. Ответ отлично. У меня другой вопрос был, как оно переходит. Вот на это теперь вопрос. Дальше что? Еще что вы сможете сказать про чистые бытии? Все? Все красноречие у вас окончилось уже? Учитесь у философов. Вот сами философы. Спрашивайте меня, что я могу сказать про чистые бытии. Ну спросите меня. Что вы можете сказать про чистые бытии? Я могу сказать, что оно есть и больше нечего сказать о нем, как и таковом. Чувствуете, я более пространно. У меня два момента в моем ответе, что оно есть и что больше нечего сказать о нем, как и таковом. Правильно? Почему я? Потому что я учел, что оно чистое. Не учли. Потому что то, что оно есть, можно сказать и про меня, и про него, и про дом, и про стол. А про чистое бытие это недостаточно. Это чистое бытие только тогда, когда можно сказать, что оно есть и больше нечего о нем сказать как и таковом. Согласны? Вот тогда, раз я уже употребил нечего, состоялся у нас в голове с вами переход в какой категории? Ну если нечего сказать, значит вот оно появилось уже. Ничто. А теперь вторая задача. Ничто, пожалуйста. Расскажите мне про ничто. Я думаю тоже будет недолго. Все, вы можете рассказать про ничто. Вот вы его получили сейчас? Что вы можете по нему сказать? Что оно есть. Вот. А раз оно есть, то оно что? Вывод, вывод. А? А оно переходит в бытие. Почему переходит? Оно уже перешло. Раз оно есть. Вы что, не понимаете, что оно есть? Ну раз оно есть, значит оно не ничто, а бытие. Вот это мгновенный переход. Вот вы вот теперь в бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. И тогда вот тогда вы не сказали, что имеет место движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытие. А вы показали, как этот процесс идет. Видите разницу? Я могу вам сообщить, что вы скоро будете взрослый, во всех отношениях там, будете доктором наук, профессором. Это одно дело. Если я показал, как вы будете, то интереснее было бы, послушавшись вам тоже, мне понравилось тоже, как это будет происходить. То есть, выводить надо. А у вас, вот это такой вот недостаток у вас. То есть, правильно все говорится. Говорится, моменты прихождения и становления легко проследить на конкретных еврейских сальных. Это не моменты. Это моменты становления, прихождения и становления. Слово становления пропущено, а взятые отдельно, они никакие не моменты. Это отдельные категории. Моменты становления, прихождения и становления легко, и возникновения. Звезды такой моменты, прихождения и становления. Вообще это неправильно. Моменты прихождения и возникновения. Моменты становления, возникновения и прихождения. Прихождения и возникновения. Вот так. То есть, есть моменты одного. Моменты становления, это возникновение и прихождения. А если их берете отдельно, это не моменты. Они становятся отдельными самостоятельными категориями. Так. Теперь, значит, еще существует научное правило. Не употребляйте более сложные категории. Вот, если мы с вами знаем, что такое бытие, как правильно сказать, что вы есть или что вы существуете? Вы существование категории изучили? Нет. А бытие изучили? Как вы должны сказать? Я есть и все. И тем более, никто меньше к вам будет при вопросах. Правильно? Я существование. А вы сказали, я существую. А существуете? А что такое существование? Это вы прямо вызываете экзаменатора на то, чтобы он там начал раскапывать, что у вас там есть. А зачем? На экзамене вы должны прийти, чтобы сдать и пойти спокойно. А вы пишете, существует. Да. Различие между ними содержится не у них самих, а лишь в чем-то третьем предполагании. Ну, это как раз вы взяли не, так сказать, это предполагание, а то всякое. Кто предполагает? Иванов? Вы предполагаете? Я предполагаю. Или просто становление, просто возникновение предполагает прихождение, предхождение предполагает возникновение. А третье, единство вот этого, и того, и другого, это становление. То есть, прихождение предполагает становление, и возникновение предполагает становление. Это третье, это не какое-то что-то где-то, это только становление третье. Здесь никакого другого третьего нет. Всего тут три категории. Становление, возникновение и прихождение. Вот возникновение. Если я сказал возникновение, значит, речь это о становлении. Но я взял только один момент становления, возникновения. А если я говорю о прихождении, опять речь идет о становлении, только я взял один момент этого самого становления, прихождение. А если я взял становление, вот тут я взял оба момента, возникновение и прихождение, правильно? Но они ничуть не раскрыты, потому что я говорю о возникновении, надо сказать, что оно, есть движение и исчезновение, быть явно ничто, а ничто в бытии. Так, потом вот тут вы меня опечалили, рождаясь, человек тут же начинает стремиться к смерти. По себе у вас такое настроение, да? Что-то у вас, как-то, я бы на вашем месте стремился бы сдать экзамен, он отлично. А вы начинаете стремиться к смерти. Что, вы так боитесь экзамена, что ли? Все будет хорошо, не расстраивайтесь, получите отличную оценку. Как этот человек стремится к смерти? Вы, жизнь есть единственное возникновение и прихождение. А зачем вы сказали стремиться? Я-то умираю, конечно, но я вовсе не стремлюсь к смерти, я не знаю, как вы. У вас откуда такое стремление делось? Какое-то упадническое настроение. Сейчас вообще, только вы в интернете это не пишите, а то сейчас вас привлекут за то, что вы сейчас скажете, что человек, вот, как вот вы сейчас написали. Рождаясь, человек тут же начинает стремиться к смерти. И молодежь все равно начинает прыгать с разных этажей. Вы что, не знаете, сколько уговаривать людей, чтобы они покончили жизнь самоубийцами? И вот сюда же, в этот же хор. Вы что делаете-то? Рождаясь, человек хочет счастье получить, счастье. Вы против того, чтобы человек стремился к счастью, нет? А что вы написали такое? Что вы так всех в мрак такой погрузили, тяжелая печаль? Вон он, сидит, опечаленный. И там сзади вообще сидит такой вот. Ужас. Человек. Вы тоже рождались, стремиться к смерти начинать? Нет. Она-то не стремится к смерти. Это говорит, пожалуйста, стремитесь, куда хотите. Я лично не собираюсь к смерти стремиться. Ну, если смерть будет, ну, понятное дело. Но, во-первых, нечего стремиться, а потом не надо заботиться, она придет сама. Это как раз то, о чем не надо вообще. Не стремиться, не заботиться. Наше дело сделать, сделать из-за чего вся. Увековечить себя, как общественный человек. Правильно? Сделать вас, как вы хотите стать бессмертным, в делах своих. Вы добьетесь счастья для многих людей. И в этом ваше счастье. Вот куда надо стремиться. А вы такую грустную тему тут провели. Хорошо, что не на экзамене. Так, таким образом, любое, даже самое глобальное событие в социальной жизни имеет момент, а не мгновение, которое нет. Почему событие? Друзья говорит, событие в социальной жизни. Вот классы – это событие. Вот классы. Деление на классы – это событие. Вот оно, с одной стороны, не воспроизводится все время, а с другой стороны, оно идет к умиранию, да? К уничтожению класса. Поэтому слово «событие» неудачно. Неудачно. Так, ну это все, к чему я смог придраться. То, что я уже не смог. У меня какая задача вас настроить? Ну то, что вот эти экзаменаторы, они вот, вы напишите им с чистой душой им свое принесете, они начнут потом приставать и измываться над каждым словом. Ну а как еще нам? Нам улучшится гранатар. А как еще здесь? У нас просто есть. Николай Васильевич, можно спросить. А, я вот сейчас можно добавить капиталистические формации, стати. А? Капиталистические формации нужно добавить ее стати, да? И все. Ну вообще, у вас информация, а стадия формации, да? Я думаю, что это бывает формация, у которой есть стадии. Но информация всего не будет. Будет рассмотреть. А остальные можно даже не подчеркивать? Сами формации нет стадии. А, хорошо. Вы вообще, соответственно, предмет подменили. У вас предмет в вашей основе, стадии или фазы. А вы вместо этого ставите стадии, не называйте, и фазами, и сами формации. То есть вообще, по-моему, я не подчеркиваю. А? Нет, тоже немножко есть. Можете, кто? Все, вот это? Содержание. Так у вас какое-нибудь там монополитическое? Нет. Вот это, да? Да. Уровень организации материи, соответствующая форма держит. Материя, это что? А на, если кто-то делаешь, что вместе. Так, ничего не делай. Да. Все, безобразие. Я не проверяю, все, не проверяйте. Что за люди, кто-то, вот эти люди добрые такие вот, да. Себя представили, чтобы потом на экзамене, и я очень удивился бы, как они будут отвечать, им поставить пятерку. А мы теперь под угрозой, потому что если вы на экзамене какую-то ерунду сделаете, я скажу, ну вот, что такое, было так хорошо. Так что, это хитрые люди, имейте ввиду. Это они почему? Прикидывается, что они ничего не понимают. Я просто боюсь, и до этого убила, смотря на дату, и все отлично. Так, ну хорошо. Так, ну все. Теперь у нас с вами без 35 минут первого, от 13.10 у нас конец. И у нас завершающие сегодня лекции, правильно? А есть крупные такие понятия, о которых я должен все-таки сказать, несмотря на свет-ноты. В шахматы играют же, в свет-ноты, в быстрые шахматы. Мы сейчас с вами сыграем в быстрые шахматы. Значит, мы с вами говорили про то, что такое государство, да? Говорили. Про политику говорили? Что такое политика? Вот, вас я недопрошел, и так все. Политика это что? Нет, там не надо ее искать. То есть вы куда-то смотрите, где там правительство, я смотрю. Но у нас все равно правительство не здесь, в Москве. И президент в Москве, ни туда не смотрите. Смотрите на меня, сейчас я вот, я буду вас экзамен принимать, сюда смотрите. Что такое политика? Совокупность методов осуществления, совокупность методов осуществления, осуществление, 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 осуществление. Вот вы знаете, что было политика? И вы не знаете, что было политика? Способы не поднушения власти. Так, а вот там последний, не последний, как есть такое выражение английское? Last but not least, последний. Я бы сказал, что это тоже способы и средства управления государством. Способы, если, то есть дубинка. Рединовая. Но это способы и средства управления государством. Сейчас была бы у меня дубинка, быстрее, живее бы все пошло. Это, конечно, наше государство на университет, да, и сразу быстро выучили. А нас не вооружили. Но это, в принципе, это поправимо, да. Можно попросим, давайте, все напишем письмо. От студентов надо, чтобы пошло. Чтобы они попросили, что плохо нас наказывают. Потому что, ну так и хочется сдавать, готовиться к экзаменам, что если они будут дубинок, то мы отказываемся вообще и заниматься. И, может, пойдут навстречу. Чего вы такое предлагаете? Можно я скажу, что такое политика? Мы о классовой борьбе с вами говорили? Говорили. Говорили. А государстве говорили? Говорили. Вот. Политика – это классовая борьба. За завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Анаслав, не обеспечено. Мы же должны в курсе… Одно и другого должны вытекать. А не так, что вдруг… Я вам хоть и спрашиваю, но это же связанные все вещи. И это то, что я вам сказал вам, понятно, но потому что мы все перед этим рассмотрели. Политика — это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Наверное, вы понимаете, что противоположные классы ведут противоположную политику. Правильно? Скажем, если я представляю господствующий класс, то мое дело, если я политический господствующий класс, мне не надо вести борьбу за завоевание государственной власти. Она у меня есть. Правильно? У меня есть органы принуждения, не будете то делать. Кто не будет учиться, выгоним из университета, он государственный. И все, и все. Вся политика тут очень простая. А вот у студентов уже, вот боюйтесь с государством, пожалуйста. Кто не издаст, судьба его печальная. Допустим, вы скажете, что неправильно преподает у вас, неправильно у вас экзамены принимают. И обратитесь письмом к государственным органам, допустим, директору института. Директор создаст комиссию. Из ваших, друзья, или из моих. Вы когда-нибудь в комиссии представляете себе, студентов набрали, которые будут разбирать такое заявление, а разбирать будут преподаватели. И будет вывод такой, что Михаил Васильевич проявил гнилой либерализм. Давно надо было выгнать их. И мне будет выгон. За либерализм. И другим наукой. То есть, понятно, у правящего класса такой задачи завоевывать власть нет. Но вы нам только что это объяснили, одна уважаемая студентка, что все находится и в процессе прихождения. Кто зазнается, в нем могут эту власть отобрать. Так получилось у рабочего класса, да? Он же был правящим в Советском Союзе, а сейчас правит-то буржуазия. Зевать не надо. Будете зевать? Вот, у вас отберут эту власть. Потому что это классная борьба. Она была в руках одного класса. У государства было, а теперь другого класса. Но вообще, правящий класс должен думать об удержании своей власти и осуществлять ее в своих интересах, естественно. Если моя власть, в ваших интересах, в ваших интересах. Что тут непонятно? Ваша власть. Ну, в ваших интересах, это ясное дело. А в чем? Вообще их интересах было. Так. Вот это политика. Политика – одно определение для любого класса. Правильно? Ну, а разные классы по-разному относятся к этой политике правящего класса. Рабочий класс, скажем, буржуазный вообще против нее борется. Или наоборот, если рабочий класс завоевал власть, буржуазии борются. Она что, не устраивала гражданскую войну? Рабочий класс в 17-м году отпустил всех под честное слово. И в том числе временное правительство, арестованное, немножко они посидели в Петропавловской крепости, говорят, идите, только не боритесь против советской власти. Они и не боролись. И генерал Краснову тоже сказал, не боритесь против советской власти. Завели честное слово, он дал честное слово. Не сдержал. Поэтому его английские военные нам передали в 44-м году, и там его благополучно повесили. В 45-м. В 45-м? В 45-м. В общем, слово надо держать офицера. Вывод. Вот это политика. Поэтому, когда люди говорят, политика, это мы пойдем в Думу. Когда вы пойдете в Думу, Дума-то изначально буржуазная. Какая там будет политика? Буржуазная и будет. Правильно? Но в Думе можно выступать, скажем, представителем и других, другого класса и выступать, и разоблачать, и призывать, и так далее. И там есть парламентская неприкосновенность. Поэтому при выборах, допустим, в буржуазный парламент, возможно, что и противоположный класс участвует. В этом не ради того, не такой наивный, что он на выборах победит, но проведет какое-то количество депутатов. Они будут там вести пропаганду через Думу. Там будет неприкосновенность, там есть средства связи. Бесплатно можете ездить по всем, куда угодно, по всем местам в России. И можете выступать на любом заводе, потому что вы депутат. Это же хорошо? Хорошо. Так. Вот это политика. Теперь идеология. Ну вот в отношении политики понятно, что есть две политики. Буржуазная политика и паралитарская политика, или политика рабочего класса. А мелкобуржуазной политики нету. Почему? Потому что мелкобуржуазия занимает промежуточное положение. У нее и средства производства есть, и собственность есть. И работает она сама, своим трудом. Поэтому она и трудящаяся, и собственник. Поэтому и то ей близко, и это близко. Все лозунги трудящихся ей близки. Почему? Потому что она сама трудящаяся. Еще бывает хуже у нее положение, чем у рабочих. И все лозунги буржуазии тоже близки. Если я начал свое дело, я мелкий хозяйчик, рабочий. Есть такие мелкие хозяйчики, которые не хотели бы стать настоящим хозяином и нанимать рабочих, и стать настоящим капиталистом. Правильно? Это нормально. Нормально для мелкой буржуазии. Стать буржуазией. Поэтому она занимает промежуточные положения и в политике она. Часть ее туда примыкает, часть сюда примыкает. За нее борются противоположные классы, потому что, скажем, надо на свою сторону. Вот большевики удачно склонили крестьянство на свою сторону. Почему? Вот этим они склонились, что они в интересах трудящихся действовали и рабочим предложили рабочий контроль, фабрики и заводы, крестьянам землю разделили по едокам. То, что должна была сделать буржуазная революция, буржуазия должна была сделать. Вот как раз буржуазия-то сделала революцию, а землю-то не разделила, у феодалов не отняла. Ну, что это за буржуазную революцию, если землю у феодалов не отняли? То есть они не доделали. А раз не доделали, они оставили это дело кому? Большевикам. Поэтому кто? Ухрисяне. Буржуазии или большевики? Конечно, большевики, рабочий класс, потому что он дал землю. Вот эта особенность нашей революции. Так. В идеологии, что такое идеология? Это отражение той борьбы, которая есть в обществе. Если в обществе идет классовая борьба, то она проявляется и в сфере идеологии. Сколько идеологий существует? То есть систематических такого идейного выражения классовых позиций. Сколько существует идеологий в современном мире? Сколько идеологий существует? Стоп. Десять. А? Сколько? Что-то не скрывайте от народа цифр. А? Пять. Пять? Да. Откуда вы так много цифр знаете? Почему пять-то? Мы зачем с вами изучали вопрос о формации, изучали вопрос о положении в производстве? Сколько классов-то у нас? Классов сколько? Три. Класса три, а противоположных классов? Два. Да вот следовательно, потому что у мелкой буржуазии промежуточное положение, никакой особой идеологии она выработать не может. Поэтому есть либо пролетарская идеология, то есть выражающая интересы рабочего класса, либо буржуазная. И третья идеология не выработала человечество, не выработала, потому что и не может быть ее третьей. Поэтому идеология, понятия классовые, не бывает идей никаких, они только в одной сфере, там где математика, в математике угасли, угасают классовые постановки вопроса. И Ленин даже писал так, что вот если бы математические теоремы застраживали бы интересы классов, то, наверное, там была постоянная дискуссия в математике по поводу доказательства этих теорем. Нету там никакого классового подхода, математики быть не может. А вот в идеологии в целом, да, есть идеология буржанного класса, есть идеология рабочего класса. Все. Не будет классов? Не будет. Идеология будет? Когда классов не будет, идеологии будет? А? Что, идей никого не будет? Или что, вот такое будет общество, в котором ни одной идеи не останется? Никакой. Одна на всех будет, да. Вот одна идеология. А идеология коммунистического общества. Все. Коммунистическое. А что значит коммунистическое? Какой смысл в этой фразе? Коммунист. Коммунист в обществе. На благо общества все должны действовать. И все. Больше ничего. Никакого другого. Это очень большая абстракция. Что это значит? Как это понимать? Это уже второй вопрос. Хотя, это вот в программе партии, большевистской еще, в 1903 году была сформирована цель производства социалистического. Плеханов говорил, что это производство будет развиваться для нужд общества. А Ленин говорит, так еще и тресты такое могут дать. А надо записать для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Это плохо. И вы будете развиваться, и я буду развиваться, и вы, и вы. Вам, конечно, хочется, как панаполисты, чтобы вы одна развивались. Ну извините, это у нас противоположность идеологии с вами. У вас своя, у нас своя. Мы будем бороться за эту идеологию, за свою. А вы боритесь с нами, посмотрим, кто победит. Пока вы побеждаете. Но мы вот готовим уже революцию, сниму. Договорить второе. Нам надо бродевик найти. Или дорожников пошукать, нет ли там бродепоезда где-нибудь на заднем, где-то там дворе. Они же сохраняют, паровоз это точно есть. Так. Это идеология. Теперь, значит, существует такое понятие, как право. Право это что такое? Кто знает? Но это вы должны знать. Вам это наиболее близко. Право это что? Вы хотите, что вы скажете? Я тут разногранирую с вами. А? Хотите, что вы скажете? Вы неправильно скажете. Ну, помогите, пожалуйста. Я сленаю. Не знаете, что такое право, да? А? Так. Товарищи, не знаете, что такое право. Можно я сейчас в 02 позвоню? Пусть они вам объяснят. Только с дубинками придите, пожалуйста. Тут надо товарищам объяснить, что такое право. Потому что так они, я им объясняю, они не запомнили. Значит, право, запишите, это возведенный в закон воли господствующего класса. Короче, яснее никто не скажет. Потому что во всех руководствах люди туманятся. Длинно-длинно будут объяснять. Длинно-длинно. А потом, если что, раз вас в дубинкой повелаете, и все. И сразу вы поймете, что такое право. Право, это будет по закону, если по закону. Не без нарушений. Возведенная в закон воли господствующего класса. Поэтому, а что значит, раз она возведена в закон? Значит, государство всегда диктатура. Господствующая. Это мы уже с вами говорили. А что значит диктатура? То есть он всегда может принять такие законы, какие ему надо. Вот вы всегда же примите законы, какие надо. На нас не посмотрите. Поэтому вы такая вот и радостная. А мы все такие грустные, потому что нам, сколько мы боремся, все не получается. Вот мы прямо замучены с ним. Так нам тяжело. Очень нам тяжело. Так, право. Так, право это нормы, правовые нормы существуют. Делай так. А кто не так делает, получи. А сколько получи? А для этого есть система. Не просто так, кого угодно в дубинкой. Вот за это вот это, а за это вот это. Как называется? Это кодекс. Какой? Сколько лет за что дают? Как называется кодекс? Уголовно. Уголовно. А если денежки с вас надо стрясти, это какой кодекс? Гражданский, либо административный. Гражданский тут ни при чем. Что вы говорите за гражданский? Гражданский это законы действий хозяйствующих субъектов. Вот кодекс административных правонарушений. Вот сделали не то, вот он сделает не то. Пять тысяч с него. Опять продолжать? Еще пять тысяч. И пока не научим. Так, вы еще не знаете, что такое правое? Скоро будете знать. Раз в пять тысяч. Еще не знаете? Еще пять тысяч. И так далее. Вот. Но это если в кодексе записано. Но если не записано, могут записать. Правда, господска может господска записать, что надо иметь. Так. А есть нормы общественные, которые не опираются на силы государства. А чем поддерживаются тоже нормы общественные? Вот он в майки не пришел. Хотя и никто такого вот, закона нет такого, что ходить не в майки, только обязательно в рубашке. Нет же такого закона. Что такое аморальность? Что можно сделать с аморальным человеком? Ничего. Государство. Что можно сделать? Вот прийти и от имени государства я говорю, а я не я. И все, что я говорю, это правда? Почему? Потому что нормы нравственные не защищаются силами государства. А чем защищаются? Ну, чем-то защищаются, как-то охраняются, чем? Общественным. Общественным мнением. Учитесь, все это знают. Высаком армии нравственные. Учится хорошо. И его похвалить. Это общественное мнение создают. Подготавливая к тому, чтобы он не расстраивался, если четверку получит. Зато же его хвалили много, а другие. Не хвалили, тогда они хоть на экзамене получатся. Хоть как-то компенсируют. Так. Дальше. А совесть у вас есть? Не видел. Не видел. Не разговариваешь с ним и с бессовестными? У вас совесть есть? Да. А что это такое? Сколько стоит совесть? Стоит. Продайте. У нас есть? Дайте совесть. Продайте совесть. Не продадите? А что, жадный что ли? А что это такое вообще? Скажите нам. Это личная норма. Личная норма. Это сколько раз вы можете подтянуться на турнике? Никак установлено, а вот именно над тобой вы единственное. То есть вы единственное. То есть как эгоист устанавливаете себе свою совесть. То есть по вашей совести можно у людей отбирать деньги, и бить по головам. Вы какую установите себе норму, так и будет, да? Если ты типа берешь какие-то, ходишь по головам, и где, типа, нужно идти по себе, тогда... Вот, а кто тогда бессовестный? 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 Видите, он все лично устанавливает, что будет творить у нас на земле. И вы по всему миру тут разгон сделаете с таким определением. А у вас есть совесть, молодой человек, вы там прячетесь, а другие? Совесть. Ну, вы сели сюда, чтобы сразу же я к вам обращал. А кто за вас отбывает, что? С совестью сомнительной я ее не встречал. Что? С совестью сомнительной я ее не встречал. Глаза на изменении. Вот я понял, что без совести. А кто же без совести? Ты даже отвечай вот так вот. Мне всегда не совесть. В экзамене, то есть не в предэзамене, но в священстве. Нет, совесть я не видел, не встречал. Вот люди сидят совестью. Вот, вот, вот. Вот этот, хоть плохо, не вы пропустите врачную совесть, но и не вы. А вы вообще без совести. Можно сказать, гейминг говорит, совесть внутренний, нравственный закон. То есть определение прекрасное, как вы не понимаете. Записывайте. Сейчас пока бесплатно. Я думаю, я скоро продавать буду. Такие хорошие формулировки. А ну, купишь, как вы? Да, как формулировки. Красивые. Ну, это не нравственный закон. То есть не кто-то там вам что-то делаете так, не делаете так. Там у вас что-то хорошее. Там говорят, я вот сел вот так, вот так вот хорошо. А у него непространство. Почему он же очень пространный, он не не сам? Так, ну, я пространный, а что он, вы эгоисты просто? Что мне надо это делать? А у вас мрачный закон, вы людей. А он только о себе думает. Что вы сравниваете, у вас все хорошо. Это не доброе. Он думает, ха-ха-ха, мам, надеюсь, он как-то через лет набрать. Ну, может, он сейчас такой думает. Может, он умеет меня, я скажу. Я подойдет, надоедший, может, что у меня с вашей стороны здоровый. Здоровый, да, а вот я втрою, я не знаю, что буду делать. Симпан Сеоргиевич, ну, вы на всякий случай будете готовы. Как-то надо обороняться. У вас там как раз железное, это все может быть использоваться в борьбе. Стоит. Понятно, да? Хорошее же определение совести. Внутренний, нравственных законов. Дальше поехали. Вот с этой совестью, уже обладая совестью, мы начинаем рассматривать вопрос о том, что такое культура. Вам хорошо быть культурным человеком, правда? Культурным человеком. Первое, что он говорит, что такое культура. Совести у вас нет. Может, культура, на? Изусловно. А? Изусловно. Что такое культура? Это определенные ценности. Определенные... То есть, всякую гадость такую. Она вся гадость, все определенные, правда? Не бывает, правда, сияка сделанная. Все это определение. Сразу видно, что не туда пошел. Культура, что такое? Общечеловеческий ценности, вы уже ведете через... Традиции, да? То есть, пить водку. Понял? Общечеловеческие традиции, пить все время. Там у нас водку, там ром. И тоже есть культура, кстати. А? Качу пьют. Вот он, вот у него. Вот, пожалуйста, культура. У вас тоже такое определение культура? Нет, у вас нет. Я не хочу даже спрашивать. Такое чудо, что они испортят две тысячи лет. И вот с культура. Ну, я согласен с предназначенным шалом, что все осталось на таком шалом. То есть, гадовые печи, да? А? Гадовые печи, в которые жеваешь. Не могу сказать, что это культура, да? Ага. То есть, у вас какая часть системы? То есть, они вот эти черные люди, только вот этих методов. Рисунок не такие, где-то получают, а так, все. Клещи 8 лет. А эти зубовые лёгки иногда, эти злоты, эти чувства, они не попадают. Сразу же, ребят, перед тем, как он сжигает в плечах, вывернуть, оба. Вы смотрели здесь рома, например, да? А вот, наверное, фашисты. А вот поэтому культура, которая вот так, как вы все считаете, культура. А вот эти, которые любят эту тату, эти тоже люди есть. Это что, культура? По-третьему, да? Вот мусор заберут, и, клядем, какую-нибудь силу, или в Москву заберут, и дадут, и дадут к Алтану. Это культура, что ли? Мусор, а ты всего дома, дома, а у вас суда чистые, как я сказал, а у вас был в Москву с нами полигон. Так что? А, да. Или вот у нас есть Стополя, Степан Степанович, километров в квадратных тысячах, этих бутылок. Диаметр, самый большой остров в Тикаре, около тысячи километров. Тысячи километров диаметр самого большого острова в Мировом океане, где вот их бутылок стоит, бутылок в главы, вот эти часы, это вы не выбрасываете, а прямо вот в мировой океане, она туда присоединится. Я думаю, и будет еще для одного раза. Не думайте выбросить. А то же дураки раньше делали стеклянные, а стеклянные это песок. И стеклянные бутылки, для того, чтобы делать бутылки, треть нужно накидать бутылок в печь, которая делает стеклянные бутылки, битого стекла. И абсолютно нейтральные. А бумажные стаканчики, в отличие от пластмассовых, через месяц, это же дерево, что растворится. А вот, если вы хотите себя увековечить, пишите на стаканчик или на ложки пластмассовые, фамилию свою, через 200 лет достанут и узнают, как ли это вот такое. Как-то сейчас вопрос с памятниками решается гораздо проще, чем раньше там. Почему Маяковский писал? Я ненавижу бронзу, многоходе. Я ненавижу марамар, что здесь есть. Ну, сейчас тут можно просто на пластмассе писать. Имя, фамилия, пишите, там, Голос, Ванат. Какой-то год. Это все культура. Это вообще это новее заважено проявление. Все, что создано. А что ногти устребут? Вот сколько ногтей устребено в тонны? За год. Это тоже создано человеку. Что-то вы такое определение любите. Не любите вы себя. Значит, в жизни, в истории, вот есть история. В истории было все. И строку фрежеверу, да, привели. Потом, когда врачи лезли на стену, крепость селила, и валили, это прямо на пол. Все было в истории. И курицы, и на пол сажали нас на полу. Хочу вам сказать, хуже сидеть, чем вот на стуле. Поверьте. Это тоже, это же все у вас культур. Вот что и думает. Культура – это накопленный опыт человеческий. Опыт, то есть извлечение уроков из предыдущей деятельности. Не деятельность надо брать непосредственно над этой историей. Из истории вы бы выкинули, но от них не может. Правильно? Возможно, в истории выкинуть вверх со всякого рода. Античеловеческие поступки, преступления и так далее. А вы вот так вот. Мените рубашку. На красную. Подреки сильнее мне будут сидеть на экзамене. И к чему боятся. Какие оценки я подставлю. Люк черного рубашки. Кукуру куплю. Неменательно туда ничего плачет. Может, у меня там будет телефон. Кукуру, там телефон. Хорошо? И буду признать экзамен. Как он участвует. Как? Значит, культура – это накопленный опыт человеческого, материальный и духовный. Вот, так сказать. Дело не в черепах. Потому что это опыт, все, как делать. Менюнюю посуду. Как вообще посуду делать. Как ввести хозяйство, как ввести производство. По этому средству производства собирают археологи. Да? Опыт любой. И в том числе изучение зеверно-фашистских. Ну, нужно, необходимо. Соприцательным знаком. Они приходят к культуру. Они входят к культурологу. Понятно? Как извлечение. Что вы никогда больше не повторили, так скажем. Был неумерзкий процесс. Осудили этот пожертв. Осудили его. Тогда он вошел со знакомым. Минус куда? К культуру. Не он, а его отрицание. Почему отрицание? Мы различаем, что он отрицание вот здесь. Вот вы все время различаете. У вас такая тема была взята. На земляне и на страну. А если кто-то не различает, а если черные пылы, он будет поставить. А не надо будет. Прогресс, регресс уже не надо будет. Вот все, что способствует прогрессу, входит в культуру. Во всякий регресс, это то, с чем человечество бороться. Это входит в историю, как в то, что предуположено в природе человека, общественного. Так, с культурой разобрались? Разобрались. Нация. Ты культурный человек, да? Мы знаем, что такое нация. Так вот, тут он и так. А мы уже начинаем с английского. Одно в том, что помнишь, а другую я тоже выбираю в себе. Нация, это что? Исторически сложившаяся общественные идеи, основные общие территории, языка, культуры. Ты почти все рассказал, самый главный историк. Вот как он как-то интересует. Что самое главное? Что и больше, но еще человеческого рода есть, и исторический. Чувствую, что я виноват под человеком. Я так читал, что плохо, что люди не запомнили, что в основе всей человеческой истории, что произошло в материальном городе. А вы его и опустили. И с определения нации. Ну-ка, вот видите, все как, я плохо читал, говорится. Порвался кому-то к этому, человеку старался, все усвоил. Кроме того, что плохо, что подавалось. Правильно, все нет. Могут быть виноватик там. Ну, студенты, они, потому что студенты, что они еще не знают. Вот если вы еще что-то не знаете, здесь недостаток. Это просто нормально. Ну, вопрос. Вот если вы студент, вы же не понимаете, что я достаток. Я студент. Значит, я это знаю, я еще не знаю. И он там, это я на него нападаю. Это не подобности. А просто, так сказать, я вот, да, я скажу. Симон, знаешь, что такое? Это не только папа, это указывает, что он бежал не стоит. То есть это у нас просто такая игра. А там дымит. Так вот, все, что человек вообще сейчас сказал, но никак не досказал. Это как вот картошка. Вот, значит, варили-варили, не доварили, есть ли, но тут и парадина есть. Крадина. Ничего не все. Яйцо, но декорирует такое. Ну, что, значит, с мяса, да? Или нет, просто крутую заказали, а принесли с мяса. Не то. И, значит, в ней, что с вами, когда-то, что были, и выключали газ. Вы, значит, это такое. Не давали, не давали, но я не знаю, что там ничто. Значит, наша общность людей, и союз, и все, и все правильно, он начал просто так. Заметельно. Общность людей, основывающаяся на общности, территории, экономики, языка и пультуру. Так, Левитан, русский художник Левитан, какой нации принадлежит? Какой нации принадлежит русский художник Левитан? Слышали такого? Над вечным покоем картину, видели? Какой нации принадлежит? Что стоит тогда ваше все определение, если не можете применять? На какой территории был Левитан? На российской. В экономику какой уходил? В российскую. В российскую. Язык какой у него? Русский. Русский. А культура какая? Русский. Ну, так что у вас, в чем затруднение-то? Русский. Да кто Левитан? Какой нации принадлежит? К русский. К русский. То есть кто он такой? Русский еврейского происхождения. Что тут непонятного? Что, мало что ли таких? Вот у нас, вот Бетанкур, они видели? Новый пасон. Кто такой Бетанкур? Вот кто-нибудь, новейший мост. На Крестовский. С Васильевского острова идет. Бетанкур это испанец, который на службе был при дворе. И он занимался строительством мостов, этих сооружений мощных. Там, знаете, как в испанце? Начинается Бетанкур, а дальше идут слова-слова-слова. Там не заканчивается никак имя. Мы его там сократили, и вот Бетанкуром назвали. Он русский испанского происхождения. Ну, я думаю, Леонард Эйлер, наверное, тоже понимаете, что он не происхождение русского. Но он наш. Ученый Леонард Эйлер. Это наш. Вот так что. Это очень важно. Я спрашивал не о национальности. Я спрашивал о нации. А национальность может быть пожалуйста. Вот скажем, национальности в Америке полно. И кто там? И там и русские, и канадцы, и корейцы, и китайцы. Да? И голландцы, и кого там только идет. Они там собираются всего мира. Это людей способных, приплачивают им за счет рабочих, которых они грабят по всему миру. И после этого собирают там. Они в какую нацию входят? В американскую. Что тут непонятно. И соответственно, вот приехали из Киргизии, устроились на работу. Вышли замуж или женились тут. Дети у них, дети. Какой национальности у них? Папа киргиз, мама киргизка. Какой национальности? Дети ходят в школу, в детский сад. Русские все по-русски разговаривают. На территории России живут. На какой? Экономику российскую, язык. Культура дело наживное. Какую они культуру получат? Ну, здесь живут в основном культуру, конечно, российскую. Ну, какие-то у них будут знания киргизской. Докладываю, что в Киргизии русский язык преподает чуть-чуть больше, чем киргизский. На два часа, я спрашиваю, киргизов. На два часа больше, чем киргизский. В плане стоит. Ну, вот в этом смысле они выделяются. И вот у нас очень много киргизов. А сама нация небольшая, там, миллиона три. А у нас в Майграде пять миллионов. Пять миллионов. А в Киргизии вообще три. Нация. И последний пункт у нас. Завершающий. Цивилизация. Вот мы с вами про формации все разговаривали. Все усвоили, что такое формация, да? Понятие формации, вопрос о истории сидит очень грубо, очень абстрактно. То есть, какая до была формация, какая после, правда? И еще фазы одной и той же формации, и все. Больше там истории нету. Никаких особенностей исторических и зигзагов исторических понятий формации не отражено. Это высокая абстракция. Второе. Нации, кто-нибудь про нации, хоть слово есть, когда мы говорим о формации? Нету. Это вообще никакого отношения к этому не имеет. Тоже это не берется. История не берется, нас не берется, культура тоже не берется. Не берется. Ну, такое же самое. Средства производства все более и более развитые, конечно. В этом смысле берется, но так, что очень абстрактно. Поэтому никакого отдельного формационного подхода, а отдельного цивилизационного нет. То есть, если вы сначала решили вопросы в отношении к формации, потом вы переходите к историческим моментам, культурным, национальным, и тогда получаете цивилизацию во всем богатстве ее проявлений. Вот тогда эта картина правильная. А вам, конкретологам, приходится брать людей во всем богатстве их проявлений, а не то, что так, Иванов, мужчина, рабочий, Петров, мужчина, интеллигент. И все. То есть, надо брать всегда в жизни человека и людей во всем богатстве их проявлений. Но надо понимать, что они, что в них главное, что от малополагающее, с чем связаны интересы и так далее. Так, если у вас какие-то на этом лекции заканчиваются, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то данные насчет того, когда у вас консультация, я первую атаку нанес, 300 взял. Там вот с такими головами сидят диспетчеры. И сидят они, потому что у нас почему-то нужно сделать расписание на весь университет. Кому это надо, я не очень понимаю. Вот расписание у нас, если было бы на наш институт, его можно когда составить? Я думаю, вы додумаетесь, что его можно составить до начала занятий. До 1 сентября на весь год. И в дараме, и за чего-то, и так далее. Зачем эта увязка? Кому нужна? Я очень не понимаю. Это, конечно, неплохо, что вы можете посмотреть в интернете, но вообще и на стене было не хуже. И на стене было так. Стерли, пошли, договорились, стерли, и написали по-другому, и все дела. Нет, тебе это не выстрелить. Но если это уйдет наверх, то тебе говорят, нет, все. Короче говоря, моя первая попытка, неудачная оказалась, никто ничего не знает. Сейчас занимается зачетами. Пока зачеты по всему университету не будут расписаны, никто и не разговаривает про экзамен. Поэтому когда у вас будет экзамен, не знаю. Мы должны знать. Вы пишите мой телефон, пожалуйста. 939-699-9. Кто первый узнает, когда будет у вас экзамен и консультация, будьте добры, мне сообщите. В принципе, я... Но это и в июне будет понятно. Да, и в принципе, пока никакие другие... У меня вот еще будут экзамены у аспирантов 23 мая. Вот тут я знаю. Это просто вот... Мне, так сказать, из учебного отдела позвонили и сказали, договорились. А вот за счет вас и насчет историков, которых я приведу, никто не знает. Так что будьте бдительны, ждите, чтобы не получилось, что пройдет экзамен, а вы не знали. Или наоборот, вы знали, а я не знал. Вы придете, а меня нет. У нас, к сожалению, надо на это мероприятие прийти, товарищ изображает смерть. Нет, сейчас уже жизнь. Сделайте еще раз, попугайте. Вот так будет с теми, кто будет, даст экзамен. Спасибо. Очень понятная и популярная година. Всем доброго. Попугай, классичка.